СЕРГЕЙ СЕЛИВАНОВ Свои гаджеты, ведь в первую очередь игрок должен быть подключен к интернету. На месте все считает компьютер. Темнеет. Один за другим на место сбора подъезжают участники ночного автопробега. Друзья снова встретились после долгого перерыва. Давай вот так вот встанем просто, да? Я тебе сделаю, у нас теперь пресс едет. Да, да, прям пора. Девять команд из Подольска. Протвино и Серпхова в ожидании старта. Новички жмутся к опытным игрокам, чтобы те поделились с ними мастерством. Вот, например, эти ребята из Серпхова участвуют впервые. А вот этих игроков вряд ли чем удивишь. В энкаутер играли и раньше. Сегодня выглядит увереннее остальных. Началось все с Новосибирска. Он знает, его снимаете. Так, что в Новосибирске случилось? Ну, мы играли в Новосибирск сначала. Поиграли там годика три. А потом это сюда приехали. Там послужили, поиграли. Теперь здесь решили поиграть. И вот началось. Город засыпает. Ночные охотники начинают игру. Но для начала брифинг. Буквы СБ префикс. СБ? СБ, да. Селиван Барыга. Да. Селиван Барыга. Доллар. А Б какая русская? Да, вы русская. На некоторых локациях поехали в пятницу. Дождь был. Меток нету. Все написано в задании. Но в задании есть карты, на которые реально понятно, куда идти. То есть не заблудитесь никак. Еще 15 лет назад Сергей был простым игроком. Потом получил статус Бога. То есть сам начал создавать миры, писать сценарии и решать, по каким заброшкам будут лазать игроки. Приедут они там, будет, как правило, какая-то заброшенная хрень там. Я не знаю, строение какое-то заброшенное. Появляется задумка написать игру. Это ездится, ищется достаточно. Это убивается очень много времени. На самом деле сжигаются тонны бензина порой, чтобы найти и написать реально достойную игру, чтобы люди приехали и были довольны. Там до соплей просто. Выезжаем за город. Разброс заданий сегодня в 60 километров. Участники еще не знают, что их сегодня ждет. Едешь, лес, оп, поворот. Повернул в лес и поехал по лесу. А что там в лесу, никому не известно. То есть очень много заброшенных бункеров, еще всяких частей брошенных военных. Азартный человек, то есть... Ну, я не беру его внимание, люди азартные, которые сидят там на игровых автоматах и тому подобное, да. То есть азарт в плане экстрима, да. То есть все-таки не каждый захочет залезть на вышку, там, 50-метровую, чтобы снять код. Как бы... То есть именно азарт вот этот вот игровой нужен, ну, для человека. Но вот он, поворот на Финина. Дорога на место. Впереди заброшенный бункер. Наша первая контрольная точка. Фонари. Ну, у нас маленькие. Ну, у кого какие, то есть... То есть, в принципе, он светит неплохо. Одежда. Ну, одежда вот. Вот в плане такого, чтобы... Ну, реально не жалко было, потому что вот как локация такая-то, что обтереться что-то. То есть перчатки. Тут я обычно такие себе купил. То есть кожаные перчатки. Удобно. Блокнотик с ручкой. Иногда бывают такие места, то что он не берет интернет и коды записываем на листочек. А вот и первая команда. Паш! Сморим туда, на первый вход сходим. Здесь грязно. Оп, оп. Так, здесь аккуратнее. Вот он, колодец. Спускаемся вниз. Ночные сталкеры начинают охоту за кодами. Они могут быть где угодно. За углом, за камнем. И даже внутри вот этого светильника. А вот в этой локации отключаем фонарь. Здесь не называют. Это шоу фонариков. Самим же игрокам не до шуток. Нужно найти верный код быстрее всех и отправиться на следующую локацию. Самое время посмотреть, где какая команда находится прямо сейчас. Здесь список. И где какая. То есть помечено, какую закрыли. Какую. На какой находится. То есть такое все. Желтая. Желтая это они закрыли, значит, уже. Значит, они уже там были. Зеленая, значит, они на ней находятся. Собираемся на следующую точку. Внештатная ситуация. Автомобиль не заводится. Чинить приходится самостоятельно. Форс-мажор. По голове не проехать только мне. Поломка оказалась не такой уж и сильной. Спустя час пути мы уже в Райс-Семеновском вступаем по заброшенному зданию. Игроки из разных команд делятся друг с другом впечатлениями. Кому-то едва на голову не упал кирпич, а кто-то промок по колено. Организаторам быть здесь непросто. Без все претензии именно к нему. Но игра не останавливается, несмотря ни на что. Некоторые участники, продолжая схватку, не решаются и сходят с дистанции. Другие продолжают до самого конца. На часах. Три часа ночи. Времени есть до десяти утра. Я пропил все. Чтобы продолжить игру, нам пришлось отложить камеру в сторону. Картинка не передаст полностью азарта, овладевающего игроками. Впрочем, этого и не нужно. Ведь многие из вас наверняка захотят попробовать принять участие в ночной охоте. Сами ближайшая схватка уже в этом месяце. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...